Можно ли сказать, что все болезни от желчного пузыря? Наверное, нет. Но недооценивать этот важнейший орган в составе желудочно-кишечного тракта, наверное, было бы глупо. Желчный пузырь, хоть и маленький орган, который находится под печенью, где всего лишь хранится и концентрируется желчь, на самом деле важнейший орган, который управляет не только нашим пищеварением, но и нашим самочувствием. И очень многие заболевания и симптомы, неприятные симптомы, вы часто не ассоциируете с болезнью этого маленького, но очень важного органа. Я сегодня вам расскажу, почему этот орган нужно с молоду беречь, как повлиять на нормальную функцию желчи и на то, чтобы желчный пузырь адекватно работал. Смотрите это видео до конца. Вы сегодня услышите совершенно неочевидные вещи о вашем организме, которые связаны со здоровьем желчного пузыря. Итак, мы с вами определились, что в желчном пузыре хранится, концентрируется желчь, которая необходима в первую очередь для переваривания жиров. Эта желчь поступает в двенадцатиперстную кишку, в тонкий кишечник, где она помогает расщеплять жиры и усваивать витамины. Без правильной работы желчного пузыря процесс пищеварения нарушается, а вместе с этим нарушается вообще, в принципе, вся ваша жизнь. Потому как вы часто не связываете такие неприятные симптомы, как запоры, частые запоры, вздутие, неприятные ощущения при дефекации, при порождении кишечника, непереваренная пища в калии, жирный кал, пенистый кал, плохая кожа, плохие волосы и так далее, и так далее с неправильной работой желчного пузыря. Вы можете по утрам испытывать такое, знаете, неприятное ощущение, как будто бы слизи во рту, как будто бы что-то в горле такое неприятное, першит или стекает эта слизь, сюда же относится. Сильная боль под ребрами справа, чаще всего через 20-30 минут после еды, кстати, боль, может быть, не только справа в проекции желчного пузыря, но еще и отдавать в правое плечо и в правую лопатку. Тяжесть, тошнота после еды. Почему это происходит? Потому что в норме желчь повышает активность ферментов поджелудочной железы, и пищеварение идет комфортно и нормально. Когда здесь есть дисфункция, соответственно, вы будете испытывать тяжесть и тошноту, неприятные ощущения после еды, может быть, справа, может быть, слева. Часто вы не сопоставляете анемию, железодефицит с неправильной работой желчного пузыря, а надо бы. Выпадение волос, сухость, ломкость ногтей сюда же. Почему? Потому как застой желчи влияет на усвоение необходимого нам белка. Белок из пищи просто не усваивается. То есть вы едите достаточное количество белка, а волосы сухие и ломкие ногти. И в общем белке, в анализе общего белка в биохимии вашей крови белок очень низкий, на границе где-то 60-65. Почему это происходит? Аминокислоты не всасываются, и даже при правильном потреблении белка, при достаточном количестве потребления в пищу, здесь это будет просто бесполезно, потому как желчи не хватает и белок не усваивается. Здесь же будут дефициты жирорастворимых витаминов А, Е, витамины Д3 и К. Чаще всего при дисбалансе работе желчного пузыря вы будете иметь жировики, липомы по телу. Вы можете заметить пожелтение кожи, ладошек в основном и склер. Одна из функций желчи – это выводить белирубин из организма. Есть такой синдром, синдром Жильбера, чаще всего врожденный синдром, когда повышается белирубин. Это никак клинически не проявляется, но неприятно видеть повышенный белирубин. Так вот, одна из функций желчи – выводить белирубин из организма. Если желчи недостаточно при застое, при дисфункции желчного пузыря, белирубин накапливается, желчь концентрируется и может попадать в кожу, вызывая желтушность, а также даже зуб. Повышенный холестерин. Очень часто бывает следующая ситуация. Человек не имеет лишнего веса. Человек ест нормальную еду, а у человека при этом очень высокий и общий холестерин, и липопротеиды низкой плотности. Начинаем с чеком разбираться. Да, тут, безусловно, может быть наследственный фактор, наследственная гиперхолестеринемия, может быть застой желчи, потому что холестерин входит в состав желчи, и если желчь не оттекает так, как надо, если есть дисфункция желчного пузыря, скорее всего, в вашей крови холестерин будет в повышенном состоянии. Гипотиреоз – любимая моя тема. Связь желчного пузыря и щитовидной железы, здоровье желчного и здоровье щитовидной, как в одну сторону, так и в другую сторону. Здоровье щитовидки очень сильно влияет на здоровье желчного пузыря. Есть такие исследования, что при гипотиреозе, при сниженной функции щитовидной железы, гормона щитовидной железы, когда высокий уровень териотропного гормона, ТТГ, то есть склонность к застою желчи и к формированию желчекаменной болезни. То есть первая стадия – это у нас сладж, застой желчи, сладж, потом образование камней и, соответственно, желчекаменная болезнь. Так вот, у пациентов с гипотиреозом это очень частое явление. Мы сейчас снимаем большой фильм на этот счет про желч, про желчный пузырь, про желудочно-кишечный тракт, чтобы вам это сказали не молодые специалисты, как я, хотя 14 лет стажа, мне кажется, это уже достаточный стаж. Ну ладно, об этом вам скажут люди, которые носят гордое звание академиков, профессоров и так далее. Желчь, кроме всего прочего, обладает и очень выраженным противопаразитарным эффектом. Поэтому при недостатке желчи могут развиваться синдромы избыточного грибкового роста, когда в кишечнике много дрожжей, грибов, например, кандиды, кандидоз кишечника, бактериального роста, СИБР, так называемый, когда много бактерий, патогенных бактерий растет в кишечнике, и избыток паразитов. Застой желчи, а значит нарушенный процесс пищеварения, как мы с вами выяснили, часто приводит к отложению нежелательных жиров в подкожном слое и в фасциях внутренних органов. У людей, которые страдают заболеванием желчного пузыря давно, часто обнаруживается висцеральное ожирение. При этом страдает и печень в виде жирового гипотоза, и сердце, и селезенка, и кишечник. Я вообще слышала, что желчный – это не самый важный орган. В Штатах его вырезают. Нет органы, нет проблем, если какие-то бывают симптомы. В организме нет неважных органов, даже аппендикс. Это важный орган иммунный, кстати. Я категорически не согласна с этим утверждением. Я прям возмущена по этому поводу, что нет органа, нет проблем. Это прям катастрофически неправильно. В том смысле, что когда желчный пузырь полон камней, когда эти камни закупоривают протоки, то тут, наверное, уже, конечно, нужно решать вопрос с хирургом, и здесь нужно взвешивать. Но в целом, когда мы, например, знаем, что есть предрасположенность к желчекаменной болезни, или мы понимаем, что есть проблема, ну, пойдите, сделайте УЗИ, посмотрите, в каком состоянии желчный пузырь. Ведь огромное количество людей там до 40-45-50 лет даже ни разу УЗИ не делали органов брюшной полости. И я считаю, что желчный пузырь и желчь – это важнейший регулятор огромного количества функций в нашем организме. И если мы знаем, что у нас есть предрасположенность, или уже есть какая-то проблема, мы абсолютно можем своими собственными руками сделать так, чтобы не допустить потери органа. Что же делать, самое главное, для поддержания хорошего оттока желчи и предотвращения заболеваний желчного пузыря? Очень важно – клетчатка. Клетчатка способствует нормализации пищеварения и предотвращает образование желчных камней. Улучшается моторика желчного пузыря, приобретается нормальная консистенция желчи. Поэтому, пожалуйста, обогащайте свой рацион продуктами, как бы это ни было банально, которые содержат клетчатку. Я сто раз уже рассказывала во всех своих роликах, что если не уверены в количестве клетчатки в сутки в своем рационе, пейте зеленые смузи по утрам, так как это делаю я уже много лет. Рецепт моего смузи зеленого, утреннего, как раз-таки для нормализации желчного тока, кстати, очень вкусного, простого, будет в телеграм-канале. Ссылку на телеграм-канал оставлю в описании к этому видео. Где еще у нас клетчатка? В овсянке много клетчатки, в бобовых, в цельнозерновых крупах, кстати, вообще в цельнозерновых продуктах. Ну и, понятно, в овощах с высоким содержанием клетчатки и в фруктах с низким гликемическим индексом, например, в зеленых яблоках или в зеленых грушах. Жиры очень важны, просто категорически важны для нормального выброса желчи. Важно выбирать полезные жиры, которые не повышают уровень холестерина. Например, авокадо, оливковое масло нерафинированное, жирная рыба. Очень здорово здесь работает масло МСТ. Я о нем уже очень много раз рассказывала. Я, кстати, в свой смузи утренний добавляю всегда МСТ масло. Что еще? Как бы это банально ни звучало, но регулярное питание, регулярное, помогает поддерживать нормальный отток желчи. Пропуски вот этих приемов пищи могут вызывать застой желчи. Люди, которые садятся на голод или на интервальное голодание, не зная, что у них есть желчекаменная болезнь или застой желчи, могут спровоцировать себе серьезные проблемы. Особенно важно не пропускать завтрак. За ночь желчь накопилась, и важно ее вывести, чтобы избежать застоя и камней в последующем. Если у вас есть проблемы с желчным пузырем, начинающиеся, то кетодиеты, интервальное голодание, голодание, двухразовое питание вам не подходят. 100% точно. Если мы говорим о том, какой должен быть завтрак. Здорово, если завтрак будет. Понятно, углеводы хочется на завтрак. Многим людям, например, кашу, какую-то цельнозерновую. Но лучше всего это белково-жировой завтрак, который стимулирует работу желчного пузыря и выделяется холецистокенина. Это такой гормон, который вырабатывается клетками слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки и проксимальным отделом тощей кишки. Это гормон, который критически важен для процесса пищеварения и метаболизма жиров, перерабатывания, всасывания и так далее. Он стимулирует сокращение желчного пузыря и нарушение его выработки приводит к неправильной работе желчного пузыря и нарушение поступления желчи в двенадцатиперстную кишку. Прием пищи, содержащей жиры, вызывает сокращение желчного пузыря, и это способствует выбросу желчи в двенадцатиперстную кишку. Желчь очень необходима для эмульгирования жиров, для переваривания, всасывания в дальнейшем жиров. Когда жиры и белки попадают в тонкий кишечник, клетки слизистой оболочки начинают выделять холецистокенин. Этот гормон стимулирует сокращение желчного пузыря и секрецию поджелудочных ферментов. Я знаю, что эта тема очень актуальна, особенно актуальная тема, что есть, чтобы не заболеть, что есть, чтобы улучшать здоровье того или иного органа, поэтому я для вас сделала методичку. Она по-модному называется «Гайд», которая так и называется «Список продуктов и рецептов для поддержания здоровья желчного пузыря». Это прям четкий список рецептов, четкий список продуктов, как есть на завтрак, обед, ужин для того, чтобы поддерживать нормальный отток желчи и здоровье желчного пузыря. Этот гайд я сделала специально для вас на здоровье. Пользуйтесь, он абсолютно бесплатный. Забрать его можно в моем телеграм-канале. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал, там очень много разных материалов методических, в том числе я часто делаю для вас разные методические гайды. Ссылку на свой телеграм-канал я оставлю в описании к этому видео. В моем телеграм-канале все бесплатно. Там никаких подводных камней вас не ждет. Горячая вода. У меня есть отдельно ролик на эту тему. Почему горячая вода – это как лекарство для человека. Но скажу еще раз. Горячая вода, особенно натощак, способствует улучшению перистальтики. Перистальтика – это такие волнообразные, скажем так, сокращения кишечника, что косвенно стимулирует и желчный пузырь. Горячая вода может способствовать расширению кровеносных сосудов, улучшая кровоснабжение органов пищеварения, включая желчный пузырь. Теплая горячая вода способствует расслаблению мышц, а мы с вами знаем, что наш желчный – это мышечный орган. И здесь же, включая сфинктероди, сфинктероди – это такая мышца, которая контролирует поток желчи и панкреатического поджелудочного сока в кишечник, что облегчает прохождению желчи. Оптимально пить горячую воду утром натощак, чтобы запустить пищеварительную систему перед приемом пищи. У меня частые проблемы с желчным, но я просто употребляю ферменты, и меня устраивает работу. Безусловно, поджелудочная железа очень тесно связана с желчным пузырем, но принимая ферменты, решить проблему с желчным пузырем нельзя. Ну, может доктор в протоколе лечебном назначить какой-то фермент, но ферменты не решают проблему с желчным пузырем. Это пациенты очень часто путают, скажем так, эти понятия. Итак, продукты, которые раздражают желчный пузырь, продукты, которые наш желчный не любит. Это, наверное, всем известный факт орехи. Орехи, любые, кстати, орехи, вызывают вздутие, боли и раздражают желчный пузырь из-за своей, во-первых, структуры, достаточно сложной для переваривания, во-вторых, из-за обилия омега-6 жирных кислот, которых и так очень много в нашем рационе, вызывают как раз-таки воспаление в желчных протоках. Что еще не любит наш желчный пузырь? Различные масла, как говорит мой хеллскоуч, небогоугодные, да? Почему она так говорит? Потому что, ну, есть масла, которые для нашего организма не то что бесполезные, они откровенно вредные. Например, рапсовое, соевое, хлопковое, сафлоровое, кукурузное масло или подсолнечное. Там огромное количество омега-3, омега-6, простите, жирных кислот, которые являются провоспалительными элементами в нашем с вами организме и частое их употребление приводит к воспалению желчного пузыря, а также, кстати, есть исследования, есть работы, что избыток омега-6 жирных кислот приводит к инсулинорезистентности. Что еще не любит желчный пузырь, да и вообще желудочно-кишечный тракт? Сочетание жир плюс сахар. Что это? Ну, например, маргарин плюс сахар, тортики, печеньки, белая мука плюс сахар. Любая выпечка, любая, особенно не домашняя, производственные сладости, булки, конфетки и так далее. Я думаю, что я не знала. Что еще не любит желчный пузырь? Сочетание крахмал плюс сахар, например, картошка фри, жареная картошка и кока-кола. Также протеиновые различные порошки и, извините, вы сейчас будете меня ненавидеть, но алкоголь. Алкоголь очень раздражает желчный пузырь. Да, он обладает желчегонным стимулирующим действием в какой-то мере, но если это на постоянной основе, непонятно, к чему это приведет. Алкоголь очень-очень пагубно влияет не на печень, как все думают, а в первую очередь на поджелудочную железу. У меня есть, кстати, ролик тоже об убийцах поджелудочной железы, там алкоголь стоит на первом месте и, соответственно, наш с вами желчный пузырь. Если мы с вами поговорим о том, как организовать свой день, и как организовать свой день так, чтобы сохранить здоровье желчного пузыря, то примерный такой утренний ритуал. Вы просыпаетесь, выпиваете стакан горячей воды, подождать примерно после этого можно 30-40 минут, далее можно позавтракать и спокойненько наслаждаться жизнью. Неправильный утренний ритуал – это все наоборот, проснуться, выпить кофе, потом поесть, а после этого выпить воды, что чаще всего вы делаете. Кофе тоже, кстати, желчегонный достаточно. Пожалуйста, употребляйте кофе, я не против в адекватных дозах, но только не натощак. Продолжение следует...